Сегодня мы встречаемся с очень интересным человеком, это Мария Белорусова, адвайзер, трекер. У Марии есть очень интересные технологии по мотивации, по движению вперед, которые подходят для людей развивающихся, для предпринимателей, и сегодня мы об этом поговорим. Мария, привет! Расскажи, пожалуйста, кто ты, чем занимаешься, какие у тебя, ну вот, собственно, ключевые особенности, что такое адвайзер, что такое трекер? Чем я занимаюсь? Скажем так, у каждого чемпиона должен быть свой тренер. При всем том, что мы знаем, что мы должны делать, мы не всегда это делаем. И когда над тобой стоят и считают раз, два, три, четыре, ты двигаешься к своей цели быстрее. То есть это вот история про некое сопровождение, про фокус, про взгляд извне и, наверное, про создание системы, системных действий при, скажем, понимании, куда мы идем, быстрое движение к цели. Трекер в классическом таком смысле, как ты тоже мне написала, объяснила, это когда ты ставишь некие гипотезы и по неделям, да, смотришь, как бы срабатывают они или не срабатывают. То, что ты занимаешься, у тебя еще коучинг есть и адвайзер, вот чем это отличается от стандартных вещей, чем это вот в практическом плане можно применить? Слушай, ну у меня такие смешанные единоборства с элементами джиу-джитсу. Трекер в чистом виде – это как коуч, но про цифры, да, скорее про гипотезы. Я к этому добавляю, безусловно, коучинговые практики, потому что 80% всех вопросов собственника лежит в его голове, и они, безусловно, помогают нам достичь результата быстрее. И трекер в чистом виде не отгружает экспертизу, я отгружаю, то есть какие-то вещи, которые я знаю, я делюсь ими в качестве, скажем так, предложений на подумать и использовать. Углублюсь. Что такое отгружает экспертизу, что ты имеешь в виду? Это значит, что трекер, да, он не может предлагать решение, скажем так, он не говорит, сделайте вот так. Да, я могу предложить, сказать, можно сделать так, так и так, выбирайте, можете предложить свое. Да, то есть это отгрузка экспертизы, это тот мой управленческий опыт, да, мой предпринимательский опыт, которым я могу поделиться и предложить его в качестве решения, если я понимаю, что оно показывало себя много раз и успешно. То есть ты как предприниматель и как человек, который работал с большим количеством предпринимателей, можешь посоветовать что-то в том числе и по бизнесу? Да, то есть я могу посоветовать. Коучи, трекер не советуют. Он просто смотрит за это. Я могу еще и посоветовать. Так, это супер. То есть он задает, да, вопросы и предлагает некие инструменты и методологии, безусловно, очень ценные и работающие. И второе, то, что ты сказала и то, что сегодняшний у нас будет, я надеюсь, темой нашего разговора, это психологические вопросы и проблемы. Вот что за проблемы, психологические вопросы возникают у людей, да, почему они не делают, какие блоки возникают, какие вещи могут быть для того, чтобы помочь им, вот с этого момента немножко расскажи. Слушай, это на самом деле один из самых, наверное, частых запросов, да, что я вроде бы все знаю, что делать, я не делаю. Да, то есть вот в этом история. И почему я не делаю? Да, есть на самом деле несколько причин у так называемой прокрастинации. Первое – это отсутствие мотивации. То есть это такая история, мозгу на самом деле очень важно доказывать, что вот то, что мы сейчас делаем, это важно. Да, то есть и вот эту вот конкретную пользу и выгоду от сегодняшних действий нужно объяснять. Если мотивации не хватает, то мы будем переносить просто до никогда. Если что-то там не делается, значит мы там не доказали просто своему мозгу, что это действительно важно. То есть что нужно делать? Нужно обязательно каждую свою конкретную маленькую линейную задачу соотносить с большой целью. Для этого она должна быть поставлена заранее? Для этого она заранее должна быть поставлена? И это тоже как бы на сессии делается, да, с тобой? Да, безусловно, здесь есть такая техника, то есть я работаю со всякими табличками, чтобы были не просто разговоры. Я просто помню, была классная такая табличка, которую ты присылала, ну вначале. Очень такое прикольное, интересное. Ну в принципе, я думаю, что у каждого там коуча, либо любого там тренера она есть. Но тут, когда ты заполняешь, да, суть в чем, действительно, что разными способами вытаскиваешь, что тебе важно, какие ценности именно твои. И это тоже в диалоге очень здорово. И это, вот как ты говоришь, является необходимой частью, которая может быть, насколько я понимаю, многие проматывают либо там какие-то не их цели, и поэтому дальше мотивация не идет. Да, и то есть что здесь можно сделать? На самом деле, даже если вы работаете там самостоятельно, да, то есть делите листик на две половины, да, и с одной стороны пишите фактически, да, что будет, если я там сделаю то, что я там хочу. И чего у меня не будет на второй половине, да, если я буду саботировать собственные действия. И причем здесь очень важно себя, скажем так, раскачать на серьезные вещи. Да, то есть как кейс у меня был с предпринимателем, то есть на самом деле он не смотрел далеко. И когда мы выяснили, что на самом деле для него там крайне важно, чтобы его ребенок, допустим, вырос и пошел учиться там в тот университет, который там он хочет, да, и он может за это заплатить, да, на сколько он хочет там купить, не знаю, дом своим родителям, там, поехать, да, там, пожить полгода в Японии. Да, то есть какие-то такие вещи, которые действительно вытаскиваются как истинные цели твои, да, то, чего ты давно хочешь, то, что для тебя важно, такие ценности. Когда вы это для себя прописываете, да, у вас есть к чему возвращаться, то есть любой там, любой провал, да, там, эмоциональная яма в мотивации, вы возвращаетесь к этому листу, да, и смотрите, что действительно я сейчас у себя отнимаю, да, Либо что у меня будет, если я это сделаю, насколько это для меня важно, да, то есть, потому что, как говорится, если у меня еще этого нет, значит, у меня уже этого нет, да, то есть это вот история про это. А почему уже нет, поясни, пожалуйста. Еще нет, уже нет. Ну, то есть, если сегодня, сегодня ты не сделал, значит, у тебя уже сегодня этого нет. Это не еще, это такой эффект отложенной жизни, да, то есть не еще, а уже, да, и вот это очень, там, важно фиксировать для себя и понимать. Следующая история, наверное, знаешь, про, перебила, да, тебе? Не, не, нормально, давай рассказывай. В эту же тему, да? Следующая история, да, 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 все вот перечисляю прямо подряд такие основные из практики истории. Следующая история, это, конечно, наш любимый перфекционизм, да, то есть это про то, что, там, мы не видим идеальные результаты, мы не начинаем, там, это выполнение, да, потому что, как это так, мы сделаем не супер, и это же будет позор-позор, да, и зачем вообще испытывать вот это вот стыдно, скажем так, да, или, там, другие неудобные для нас чувства. Нам вот это все мозг транслирует, говорит, и, да, то есть мы просто не делаем, чтобы не испытывать, как бы, негативных эмоций. Вот такая история тоже очень часто встречается. Так, а с ней что делать? Слушай, с ней, на самом деле, работа – это очень простая штука, да, то есть нужно просто себя развести и уговорить себя на первые пять минут. То есть вот почему так, да, потому что если ты просто берешь, да, там, без, там, сто-пятьсот, там, грубо говоря, каких-то там вариантов действий, ты просто начинаешь делать пять минут, да, через пять минут, как минимум, ты уже что-то сделал, как максимум ты сделал все, да, потому что оно пошло. Почему? Потому что за первые минуты снижается, на самом деле, сопротивление мозга, да, который, вот, нам эту историю выдает. И, то есть просто вот не думать, а сеть, вот, не нужно, там, знаешь, я вот сейчас, мне нужно, чтобы это сделать, чтобы это делать качественно, мне обязательно нужно, там, выделить на это полдня, и, там, хорошенько приступить и начать делать, да, то есть эта история не работает, вы никогда не найдете эти полдня. Да, просто взять и попробовать себя развести на пять минут, вот сейчас, я пять минут просто поделаю. Вдохновение приходит, когда начинаешь что-то делать, то есть важно начать. Да, потому что важно убрать сопротивление, да, вот это сопротивление, оно уходит, потому что как только ты приступаешь, да, прошло пару минут, мозг про себя думает, ага, то есть это на самом деле не так страшно, я могу это сделать. Два вопроса еще часто возникают, ну, у нас тоже есть практики, задам тебе, как профессионалу. Смотри, люди говорят, да, все отлично, все классно, да, и даже, может быть, они приходят на какое-то обучение, к коучу, к тренеру, к трекеру, и вот понимают, что надо что-то менять, то есть в моменте они описали свое счастливое будущее, поездку в Японию и детей, и все остальное с домом, вот, но это когда-нибудь будет потом, а работать-то надо сейчас. И возникает вопрос, что помимо того, что я бы и хотел делать, но у тебя сиюминутные обязательства есть, связанные, там, с клиентами, с проектами, времени не хватает, там, тебе, в принципе, даже на сон. В этом случае что делать? Как себе время найти, выкроить, когда ты вроде хочешь? Может быть, ты тоже какая-то ошибка, что, может быть, на самом деле, ты не хочешь или боишься? Или все-таки действительно надо как-то оптимизировать время, или еще вот таким ситуациями? Слушай, если мы понимаем, что проблема действительно здесь, да, то есть типа я 24 часа на 7 работаю, да, и просто не успеваю, на самом деле я прям хочу-почу. Да, если проблема в этом, то здесь надо для себя, во-первых, там, уяснить, что продуктивность – это не количество дел, которые мы сделали, это количество результатов, да, то есть вот это очень важно, то есть важно делать то, что действительно нужно, да, и избавиться от каких-то лишних историй, да, то есть лишней суеты, лишних вот этих вот ежедневных своих движений, потому что стратегия – это не только то, куда мы идем, а то, что можно не делать, да, то есть мы выбираем фокус и выбираем главное сейчас. И здесь очень важны приоритеты. Техника есть, наверное, специальная, которая очень хорошо работает, вот если так прямо взять и сделать так называемое фото дня. Что это такое? То есть мы желательно дней 5 ставим прямо себе будильники, чтобы они каждые 30-40 минут звонили в течение нашего дня. И просто когда звонит будильник, мы записываем, что мы в этот момент делаем. Да, то есть вот каждый будильник прозвонил, ага, мы разговариваем по телефону, я разговариваю по телефону, да, и дальше. Когда у нас складывается некая аналитика из этих 5 дней, сразу становится видно, что здесь лишнее, да, что здесь можно организовать в блоке, да, то есть в блоке задач, и что вообще на самом деле, для чего мы делаем каждое из этих действий, да, и где здесь те 20% по паре, да, 20% действий, которые приносят нам 80% результата. Да, когда мы понимаем, анализируя наши дни, что на самом деле процентов 10 мы делали из того, что действительно нужно, и из того, что приносит нам там деньги, да, либо там движет к другой, там, какой-то нашей цели. Да, и вот эта техника очень помогает. И потом, если мы ничего не успеваем, здесь даже иногда приходится работать с режимом, да, потому что человек не живет для себя, он не планирует свой отдых, да, и он там поздно встает, поздно ложится, это, безусловно, там, крадет у нас вот самый ресурс, да, состояние, в котором мы там готовы действовать и готовы быть эффективными. И, наверное, еще очень важно, что для себя выбрать какую-то систему планирования, да, вот посмотреть, есть, например, восточная система и западная, да, ну, вот есть так упрощенно западная, там, 8.05 у меня там звонки, в 8.30 у меня почта, в 9.00 у меня встреча, да, то есть и вот такое жесткое планирование. Есть восточная система, она говорит о том, что мы ставим все дела с жесткими сроками, свои слоты, и между ними у нас образовываются, скажем так, временные такие, да, там, истории, в которые мы просто пишем некий блок задач, например, обучение, да, то есть у нас есть два часа на обучение, и мы не ставим туда какую-то конкретную программу, а просто если там через три дня у нас есть такой блок, мы в эти два часа принимаем решение, какое обучение, мы будем читать, да, мы будем смотреть какой-то курс, либо что-то еще, то есть вот выбрать для себя эту подходящую систему. Безусловно, в восточной системе, да, не все могут работать, да, ну вот ты, наверное, можешь, да, так, не все, кому-то, кто-то более жестко, ну, жесткий план для многих дает вот эту историю более продуктивную, но здесь очень важно не выгорать, да, то есть вот… Делать как тебе, удобно, комфортно. Да, то есть обязательно, потому что время – это же, ну, скажем так, вот как тарелка спицей, да, вот у тебя есть кусок на сон, вот у тебя есть кусок на семью, да, и вот остаются куски, да, которые что-то нам очень больше ты туда не положишь в эту тарелку, да, то есть ее очень важно понимать, там, не знаю, смотря какую-то воодушевляющую, новую, там, образовательную какую-то программу, и думать, мне точно надо, я пойду еще поучиться, я недостаточно хорош, да, то есть вот эта история, а на самом деле ее некуда, и, да, мозг не воспринимает эту информацию, потому что ее слишком много, да, то есть вот понаблюдать за этим, избавляйтесь от лишнего, да, это сейчас одна из таких вот благодетелей просто на сегодня в том количестве информации, в которой мы живем. Супер. Я теперь сейчас хочу спросить вопрос, у меня есть дорогая достаточно программа по обучению, вот она от 100 до 300, это в основном 300, там достаточно много людей, ну, и, наверное, большое количество из них, кто-то что-то поделал, кто-то что-то посмотрел, может быть, год, два, три прошло, и кто-то на каких-то этапах, ну, так или иначе заканчивает, да, причем материалы очень полезные, важные, вот, что можно посоветовать, да, для того, чтобы, если, допустим, это их, это точно их, то есть они это определили, решили, какие могут быть вопросы, да, которые они могут задать там сами себе, либо какие могут быть им, может быть, помощник, какие-то трекеры, менеджеры могут в этом помочь, может быть, наставник какой-то еще дополнительный, либо в группу, то есть есть какие-то способы мотивации, мастер-майнда, может быть кредиты которые могут удерживать фокус и интерес потому что я знаю что в одиночку очень мало людей могут что-то делать что-то а создать себе систему в которой тебе будет там комфортно двигаться только туда кутина нужно вот создать этого тренера умом ты понимаешь но не делаешь почему-то вот что в таких случаях можно делать как вообще работают трекеры это еженедельные спринты то есть ты себе ставишь фокус на неделю некий приоритет да то есть несколько задач либо гипотез если получается для проверки то есть ты создаешь как бы то поле да в котором ты должен сыграть на этой неделе на каждый вечер будние дни мои клиенты пишут отчеты до отчеты состоят из соответственно что я сделал сегодня для своей цели чего я не сделал или почему у меня не получилось что я делаю завтра да и какая-то может быть там мысль дня ну тут есть вариации да я называю скажем так основное для чего это эти отчеты не для меня эти отчеты для них да то есть ну мне просто это позволяет производить там некую аналитику для улучшения но это позволяет вечером во-первых понять что ты молодец и ты сделал понять причины почему ты не сделал да в чем проблема с чем нужно разобраться и построить некий план фокус на следующий день то есть вот живя в этой системе координат ты можешь быть продуктивным при этом это занимает ровно две минуты да но ты держишь этот приоритет и держишь фокус на действиях скажем так приносящих доход да если мы сейчас в бизнесе говорим да то есть вот такая история выбирать очень важно там например на месяц да есть такая метрика полярной звезды north star metric да то есть это такая для для бизнеса история очень важная то есть это то одно да чему я посвящаю сейчас основное свое время да там например я по нпс я про улучшение сервиса и про удовлетворение клиентов сейчас своей компании я работаю над этим да то есть в чем здесь смысл что если мы постоянно будем распыляться и стараться быть лучшими вообще во всем да мы можем не стать хорошими в чем-то прям одном и самым важным доведение и вот до конца на у тебя идет то есть берешь какую-то тему и доводишь до конца чтобы был результат да то есть ты ставишься просто плановый показатель например я причем он должен быть ну по смарту конкретная задача я хочу увеличить метрику nps по какому-то направлению с до 87 до 92 на то есть вот очень важно понимать что ты делаешь здесь еще знаешь очень важная идея что из важного и срочного мозг выбирает понятное да это следующая история почему мы не делаем почему понятно потому что мы не любим зоны неопределенности да там страшно вот эта история про то что всячески опять же мозг сохранить от каких-то там неясных историй и здесь мы просто берем это этого же нашего пресловутого слона которого нужно есть по кусочкам потому что как бы как его варить когда соль но мы реально не понимаем если моему господи прости там ухо отрежем здесь уже становится понятно что с этим делать поэтому а декомпозируем просто да там как можем вот эту конкретику доводим там уровень конкретизации просто вот до мелких частей когда мы понимаем что вот эта линейная задача мы связали с целью и мы ее делаем то есть нам должно быть мозгу важно и понятно то есть вот цель должна там для нас быть ясный и зажигательный и мозг должно быть точно понятно что мы делаем для этого нас должен быть какой-то план а вот недельными спринтами вот это вот вся и джайл философия очень не близко потому что это позволяет действительно постоянно улучшаться и быть гибкими что сейчас вот адаптивность гибкость наверное основные истории на сегодня да то есть мы не можем себе прописать мы можем некое видение до прописать себе там лет на десять но как мы не можем до 30-х годов быть и по этому плану мы будем изменяться потому что рынок ну такая динамическая система достаточно да то есть он изменяется и вот эта скорость изменения нас которая позволит нам изменять вместе с рынком вот это очень важно сегодня поэтому вот фокус на месяц и недельные спринты это вот то что работы действительно и лучше это делать с кем-то да либо с партнером либо с трекером до либо там с командой но да ты вот очень интересно сказал что с партнером вот трекер это как раз партнерская функция то есть я не выше я не сервис и я не там гуру да это как раз вопрос про то что такой есть объективный и компетентный друг такой амбассадор осознанности каких-то компетент эффективность который тебе позволяет просто он с тобой рядом потому что не всегда да там например можно там жене мужу другу рассказать о своих вопросах рабочих да не потому что там нас ты не пойму даже да потому что просто правильно подсветить прожектором то что есть по сторонам вот этот вот взгляд независимый извне показать что здесь еще есть на что нужно обратить внимание вот это очень важная история отлично мария как ты думаешь вот ценности сейчас есть такая штука да вот и ты принципе говорила да чтоб они были какие-то основные как и же разные ценности есть есть там по профессии есть конечно там какие-то личные вот нужно ли смешивать и можно ли и нужно ли смешивать скажем там личные какие-то истории и рабочие и как это делать право цели цель из ценности когда ты ставишь увязываешь то есть а жизнь состоит не только получается да и с комплекса есть две теории ну что я знаю то есть либо ты в комплексе все развиваешь либо вот как ты говоришь что же берешь одну какую-то тему и вот работаешь только на или как вот правильно этот баланс соблюдать им какие есть варианты слушает есть на самом деле очень интересно а если например ну вот допустим моей ценностной картинке я например не буду помогать людям вот которые сейчас звонят и представляются банком да ну на самом деле это не твой банк это с ним приходил такой запрос нужно просто им помочь заработать побольше день банком который не твой банк ну смотри звонят просто мошенничество и говорят что это твой банк совершена операция вот и да то есть для меня это хорошие деньги но я понимаю что я с этим жить не могу и моей моей ценности как раз одни из-за это экологичность я не буду помогать людям я слава богу там имею возможность выбирать с кем я работаю я не буду помогать не за какие деньги людям которые позвонят моей же маме и крадут у нее с карточки деньги то есть на самом деле ваша ценностная картина да то есть даже если мы вот строим компанию да на каком-то уровне мы приходим к построению корпоративной культуры к миссии ценностей а то есть ну вот не всегда но эта история случается и здесь очень важно что вот это там миссия она не лозунг на стене да это то там кем мы работаем кем мы прощаемся да то есть это ну грубо говоря то что мы хотим этому миру дать да то есть какую пользу и как эквивалент получить деньги за это то есть вот поэтому без ценностей наверное то есть она должен твой бизнес да он должен укладываться в твою картину мир на твоя картина мира без твоих ценностей ну она невозможна то есть они просто у всех разные да но вот у тебя есть как бы твои личные да допустим и ну и так ценности окей понятно а вот цели у тебя есть допустим либо по профессии по работе также у тебя есть там какие-то семейные например да амбиции как путешествия то есть как-то соединяешь именно разные сферы вот колесо вот этого баланса все вместе имеет смысл развивать и двигать вперед либо все-таки по отдельности плюс и минус этого подхода ты же вот к сожалению да вот все говорят про колесо баланса дальше нам нужно там все десятки да ну это не так не бывает если ты уделяешь всему время никогда не будет то есть если ты хочешь быть семьей на 100 процентов то да там ты не сможешь там на сто процентов работы потому что у тебя всего сто процентов ты как бы действие нужно вот этот work life balance его найти просто свой и да то есть свои цифры да то есть они могут быть не бить например общение с друзьями ты хочешь ну какой-то свою социальную функцию выполнять на 7 и тебе для счастья вполне этого может хватать давно зато ты в работе и в семье хочешь надеюсь на самом деле надо найти просто свои цифры не обязательно должны быть все 10 потому что опять же да то есть наша ценностная картинка у каждого да там цифры свои для кого-то самое важное это семья да и он готов например зарабатывать денег меньше это работе уделять времени меньше но проводить там каждый день вот фактически проживая свой день там в семье тратим работам два часа день а кто-то связывает благополучие от своей семьи да там с там той ценностью материальной которая сюда привносит а поэтому у него как бы больше будет фокус на работу и через скажем вот этот язык до тех денег которые ты приносишь в семью да ты показываешь свое отношение слушай мне еще два вопроса две темы интересные знаете больше интересно тема личного бренда для профессионал для то есть как его там развиваться как как делать и вторая тема это как уже руководителю профессионал еще какие-то вот лайфхаки по управлению я помню ты рассказывал и давал на самом деле очень классную штуку там тест одизиса да когда у тебя психотипом это сменяется вот давай по одной из этих двух тем поговорим какой тебе интересно слушай ну давай пробить из конечно давай вас любовью нежной давай кратко я скажу я просто показала я на самом деле а потом я уж когда стал изучать смотреть то есть там получается психотипы есть юнга который раскидывает у тебя там интервент экстраверт и там разные подсознательные и сам 16 психотипов и вот тест одизиса он связан на то что привязывая эту историю не на все социальные сферы а просто только на рабочие моменты и более того на рабочие моменты руководителя управленца и там такая концепция интересная то что мне понравилось то что мы на самом деле применили многие тоже наши студенты тоже показал свои наводочки этот тест спасибо тебе большое это это вот кстати очень хорошая тоже черта трекера да и адвайзер который может подсказать посмотреть куда-то почитай вот это и что он дает он дает тебе понимание какой-то руководитель из психотипов своего какие у тебя сильные стороны с точки зрения там управленцев и ты свою команду строишь из тех психотипов которые тебе не хватает у тебя получать сильная команда либо проверяешь из тех кто у тебя есть как они соотносятся вот такая как бы основа расскажи может быть тем кто не знает да вот этот как бы супер основу и как ее применить ну то есть если ты руководитель да в чем вообще смысл да у нас есть у всех сильные стороны и есть слабые так вот друзьям и не нужно а исправлять вот эти метафорические двойки все время как нас учили в школе да то есть мы работаем на своих сильных сторонах а слабые стороны мы либо делегируем до либо отдаем поддерживая их у себя на минимально рабочем состоянии в чем смысл методологии один то есть вот эта типология разделение на всего всего лишь четыре типа руководителя да то есть него и замечательная книга как да там идеально руководителя и почему собственно да есть производитель да это тот кто мне не нужно говорить что нужно прийти раньше на работу я сам все сделаю все сам тяжело с делегированием данный человек который вот хороший исполнитель есть администратор и это очень хорошие руководители юридического отдела например там финансисты это те то есть здесь если вы понимаете что вам нужна функция чтобы документами было все хорошо да и там бизнес-процессы описаны вот вся эта история вы берете администрацию есть предприниматель предприниматель это такой дональд трамп условно да то есть вот я вам могу очень круто придумать да вы тут как бы дальше сами делать да то есть такой генератор идей и интегратор это очень важная функция это тот кто отвечает за взаимодействие в команде тот узнает например кому поручить определенную задачу эти люди сделали там что этот человек делает лучше да он выполняет такую объединяющую функцию что интересно на то есть если мы являемся предпринимателем а то есть то свою команду топ-менеджеров до лидерам партнеров нам нужно усиливать другими вот этими тремя скажем стилями управленца что здесь еще наверное важно это то что есть жизненный цикл на один то есть эта история про то что как у человека есть младенчество есть рост и есть болезни роста и юность рассвет старость да то есть и тогда и здесь каждом на каждом этапе наш здесь вступает по главенствующей наверно функцию одна из если на первом этапе до когда у нас стартап что нам важно нам важно чтобы у нас был предприниматель то есть человек идейный который придумает как решить проблему рынка да и будет зажигать есть ему нужен в первую очередь производитель потому что сейчас для подтверждения ценности нам нужно производить результаты да без этого мы не двинемся дальше следующие до следующий этап когда мы взрослеем начинается болезни роста то есть у нас будут продажи и достаточно много и начин мы начинаем страдать качестве то есть я и нам нужен администратор почему потому что нам нужно наконец-то описать бизнес-процессы да нам нужно подкручивать до их нам нужно создавать некую уже системную работу да и далее уже когда мы ближе близимся к рассвету мы должны брать интегратора да скажем так в основную роль да потому что уже этот человек который отвечает за взаимодействие за команду а здесь становится номером один а то есть вот очень интересная типология одна из которые я там очень люблю на все это делить на типы которая действительно работает поэтому очень рекомендую всем сайт одесса пройти тест до понять кто вы самое главное нужно сначала понять кто ты до чтобы понять чем себя усиливать да то есть кто ты в хорошем смысле где твои сильные стороны и кто и чего тебе не хватает где твоя слабость который нужно закрыть классно да и всегда это помогает для руководителей когда каждому руководителю нужно именно личный помощник просто закрыть какие-то бытовые вот такие базовые вещи которые у него есть кому-то наоборот там более контроль исполнителей которые делают продукт то есть он генерирует идеи замечательно возьмем допустим замечательного дизайнера который придуман концепцию в нашей сфере и ему необходимыми на помощник или там два помощника который будет проверять именно на техническое соответствие да и там по договору чтобы все сошлось а вот он генерирует идеи совершенно другая ситуация когда наоборот есть такой супертехнолог ему не хватает там продавца допустим и так можно создать себе идеальную команду классно возможность и необходимость посмотреть на себя со стороны то есть это одна из составляющих как бы развитие личности развития именно человека который может осознанно посмотреть на себя со стороны это очень важное качество и кстати можно ли его развить интересно или нет как ты думаешь сыну развить можно там все одно природное да у тебя из китая истории вот и были что не нужно то есть если прямо для тебя это прямо слабость не посмотрели на себя как то вот вот допустим если мы понимаем что на ответ на себя со стороны а ты все но изнутри смотришь если какие-то инструменты как это сделать или счет сейчас так задумался у меня допустим это легко Потому что я могу выйти из себя, посмотреть, ага, и могу сам себе вопрос даже задать какой-то и ответить на него, посмотреть. А вот есть люди, которым это очень тяжело сделать. Это развивается или, я не знаю, просто из опыта? Слушай, на самом деле иногда легче заплатить за эту функцию, чем ты заплатишь за тот результат, когда ты делаешь это плохо, если тебе это не совсем дано. Потому что быть объективным и быть независимым внутри системы, внутри своей системы, это достаточно тяжело. И вот здесь как раз, когда я сталкиваюсь с людьми, они говорят, что, господи, я 10 лет в этом работаю, почему же я сам до этого не додумался? При том, что я просто задавала вопросы, человек придумал сам, потому что он знает, он просто где-то это слышал и просто он это забыл. Да, хорошая рекомендация, кстати, не обязательно, действительно. Можно всегда спросить со стороны взгляд. Супер, да, класс. Слушай, спасибо, здорово. И давай по личным брендам тогда, вот в завершение. Я не знаю тоже, ты занимаешься или не занимаешься, это такая как бы локальная история, там дам суперпозицию, да. То есть если первые у нас были ребята, которые уже компанию, команду создают, то есть еще много предпринимателей, которые уже делают хороший продукт, у них уже есть там заказы, но вот они уперлись в какой-то потолок. И они не хотят компанию большую строить, они хотят вот условно мини-компанию имени себя. И продвигаются они за счет своих каких-то философских идей, за счет личного бренда, за счет того, что люди именно к ним идут. Но им нужно как бы поставить мини-такую команду, там условно я плюс пару помощников, чтобы ко мне приходили на мои ценности, на личный бренд. Вот знаешь ли ты что-то об этом, применяются ли как-то там твои технологии для, ну как бы вот такого уровня, не компания, а вот частных специалистов? Если да, то какие могут, не знаю, советы, какие-то основы какие-то дать? Слушай, здесь очень важно разобраться с позиционированием вообще себя, да. Потому что если мы все равно берем через свою компанию и как личный бренд там транслируем опять же там свои ценности, да, привносим их там в бизнес, нам нужно понимать вообще какое наше там ценностное предложение, да, и с помощью чего мы его как бы выражаем, да. То есть это какие-то каналы, да. Вот здесь, наверное, в первую очередь, да, я бы даже, наверное, не об этом поговорила, а о том, что там, да, найти действительно ту вещь, да, в которой вы там, как говорится, вот по практике в 7-10 раз там лучше своих конкурентов. Уникальность. Тогда личный, да, личный бренд будет развиваться сам. Почему? Потому что, то есть здесь это, знаешь, как, например, там Uber, да. Да, то есть я сижу, например, там открываю какой-то таксопарк и вдруг тут раз, понимаешь, какой-то disruption отрасли просто разрыв, да, потому что, ну, то есть и все, и мой таксопарк, он вообще ни о чем, потому что появился Uber. Да, вот эта история вот о своей уникальности и о своем вот этом ценностном предложении, опять же, да, Jobs to be done, да, для чего вас нанимают люди. Это интересная концепция, я тоже ее читал, объясни, пожалуйста, для тех, кто не знает, то есть в чем отличие концепция Jobs to be done от, там, допустим, не знаю, UDP, например, либо уникальности. Ну, слушай, Jobs to be done такой инструмент, это о том, на какую работу нас нанимают, да, переводится. Смотри, то есть если я, например, нанимаю клининг, я не покупаю три часа работы специалиста у меня дома, я покупаю свой комфорт, свое время на там, на себя, уют, да, то есть и там чистоту, да, просто как бы свое вот это вот хорошее ощущение. Если я, там, не знаю, покупаю репетитор, там, время репетитора, там, для своего ребенка, то я на самом деле покупаю его будущее, я покупаю его успешную, там, сдачу ЕГЭ, да, то есть и там поступление в институт. И вот эту историю про то, как бы, на какую работу действительно вас нанимают, да, то есть вот, там, мы просто, это же и про продукт, да, то есть, например, я покупаю утюг не для того, чтобы, там, просто гладить, а для того, чтобы, не знаю, там, чувствовать себя уверенно, потому что, там, я, там, не знаю, просто тупо, там, в глаженной одежде хожу, да, ну, я так совсем упрощенно, но это вот, вот эта история. И поэтому для начала нужно вот эту уникальность для себя сформировать, да, а каналы трансляции, да, скажем так, своего бренда, да, нужно быть уверенным просто в том, что вы делаете, да, то есть, что это действительно, что вы делаете хороший, качественный продукт, и он, там, с вашими ценностями соотносится. Тогда это история про, ну, как бы, про некую такую органику. И опять же, да, вот это вот кастом и девелопмент, это такой очень наш, наших дней вообще, да, то есть, это то, что мы не решаем, что, ой, как круто, мы придумали, давайте, вот я сейчас буду лепить какой-то продукт. На самом деле, да, ошибочно, что, там, стартап – это идея, стартап начинается не с идеи, он начинается с решения проблемы. И вот идите и спрашивайте у клиентов, на самом деле, да, то есть, как они делают выбор, да, что им действительно важно, не нужно за них придумывать. Ну, в общем, вот как-то я так вышла из вопроса про личный бренд, да, но вот… Ну, идея такова, да, если ты стартап запускаешь, ты уточняешь, ну, как бы, в чем будет твоя уникальность, ну, не с позиции, что я умею могу, а с позиции, какую пользу ты несешь клиенту, и через пользу ты оформляешь, смотришь, ну, какую ты несешь, да, и через это ты транслируешь свои ценности, так? Да, да, то есть, на самом деле, что важно тем людям, которые тебя покупают, кто твоя целевая аудитория, для кого ты, да, то есть, это даже, там, трансляция, там, просто посмотреть на Инстаграм, да, то есть, кто-то, там, ругается матом, например, да, кто-то, там, транслирует, что он все время, там, не знаю, ходит на, там, выставки и, там, без труда отличает, там, Сезанна от Синьяка, там, и Рогера Андервейдена от Лукаса Ванлейдена, понимаешь? Ну, то есть, это же разная история, да, про что я, да, и что я, и, главное, кому продаю, да? Исходя из этого, ты можешь соотнестись, как раз сойтись по ценностям, и еще, наверное, интересно, исходя из этого, под эту аудиторию, ты можешь придумывать другие продукты, ну, какие-то, да, и совершенно, да, и совершенно, может быть, это отличный. То есть, ты не твой продукт, а ты, как бы, для клиента. Мы уже давно забыли про B2B и B2C, теперь H2H, человек человеку, человек покупает у человека, да, то есть, и поэтому, то есть, мы должны, вот, да, как бы, вот эту картинку, да, того, что мы, там, продаем, да, опять же, не продаем, не продаем, а продаем, да, то есть, что мы даем, какую пользу, да, вот, вот, это сейчас, наверное, там, самое важное, при том, что сегодня экономика впечатлений, да, уже достаточно давно, это история про то, что, там, даже разговор с какой-то службой сервиса, мы не помним, что нам говорили, мы помним вот это послевкусие ощущение от разговора, да, то есть, да, то есть, вот это, у меня есть пост, там написано про то, как, например, там, в одной компании, допустим, да, там, ты можешь выбрать музыку, которая будет играть, пока ты ждешь ответа оператор. Интерактивчик такой. Да, то есть, ты, как бы, одной из четырех, ты не хочешь, там, Рахманину, например, слушать, ты можешь выбрать, не знаю, себе, там, Дженнифер Лопес, допустим, да, то есть, вот эта история, и, опять же, да, как мы говорим, да, те же самые... Я думаю, они там тебя уже по психотипам классифицируют тогда, какую музыку ты выбрала, уже как с тобой общаться, нужно в операторам могут задать. Возможно, возможно, да, уже прочитали твою инеограмму, и по, там, спиральной динамике тебя пробили. А ты всего лишь музыку выбрал. Слушай, здорово. Да, ты просто. Давай, знаешь, в завершении хочется уточнить, давай немножко тебя помучать с твоей профессиональной темой. Давай. Вот, если мы поговорили, там, про бренд, про, там, уникальность, про пользу, расскажи немножко про себя, вот, в чем твой продукт, какая твоя польза, для кого ты работаешь, что ты делаешь, в чем твоя уникальность. Слушай, у меня вообще очень супер, потому что мой род деятельности вообще не предполагает привязку к любой отрасли, да, то есть мои инструменты универсальные, и кому это вообще может быть полезно, да, то есть вот то, что я, там, сопровождаю компании к результату. Во-первых, это стартапы, во-вторых, это компании, которые, вот, я давно работаю, я уперся в какой-то некий, там, потолок, да, мне нужно двигаться дальше, перейти на какой-то, там, новый уровень, да, но я почему-то не могу это делать, да, у кого-то просто есть история про, там, страхи, да, какие-то, а вдруг у меня получится или, там, вдруг у меня не получится, это отдельная тематика, там, с ограничивающими убеждениями, да, то есть и чем это вообще помогает, да, безусловно, это история, ты знаешь, про фокус, про приоритеты и про движение, да, с конкретной целью. Да, то есть и раз в неделю мы созваниваемся, да, там, либо в зуме, либо по мессенджерам и обсуждаем, поставим планы на неделю, да, анализируем, что у нас получилось, да, какие-то запросы решаем, наверное, личные, и так двигаемся дальше, да, то есть вот история про это. С кем я работаю, то есть у меня есть, ну, компании достаточно разные, это и компания B2C, и компания, связанная с, там, малазийским инвестиционным фондом, и собственник, ну, скажем, сырьевой организации, да, который мне сейчас дал, там, своих топ-менеджеров, да, у меня есть еще одна, там, супер-мега-команда, стартап, да, поэтому очень интересно, на самом деле, вообще я счастлива, что могу выбирать, с кем работать. Интересная у тебя работа. Профессия будущего, я считаю? Безусловно, потому что, да, если трекинг не так давно, как методология появилась, это же такая история из IT, да, то есть когда там стартапы должны были, там, выходить на уровень подтверждения ценности, да, там был человек такой некий, знаешь, как продукты и проект-менеджер, и скрам-мастер, то есть там вся такая штука, да, для того, чтобы там для инвестора, да, было понимание, да, то есть как все движется, и что мы точно придем. И постепенно это перелилось в отдельную историю, ну, вот, например, коучинг, да, как такой уже более понятный всем, наверное, вид деятельности, он один из тех профессий, да, которые там в следующие 10 лет заявлены как, да, там, самые востребованные, потому что все, что, ты же понимаешь, да, то есть творчество – это то, что нельзя заменить, да, если там бухгалтеров и продавцов в магазинах скоро не будет, да, то творческая составляющая, то есть это то, что, как бы, будет всегда, ну, по крайней мере, до наступления, там, некой технологической сингулярности, но все же. Спасибо большое за интересную беседу, много интересных вопросов. Приоткрыли чуть-чуть тему, давай, о чем мы поговорили, да, о коучинге, да, о трекинге, о страхах каких-то, о проблемах. Если интересно подробнее об этом узнать, либо посотрудничать, рекомендую, можно будет посмотреть по ссылочке Instagram и уже там написать, может, какие-то вопросы дополнительные оставить. Спасибо большое, Мария. Да, конечно, обращайтесь. Все, пока.